здравствуйте друзья вот и закончился вчера наш тренинг с михаилом бородянским и прошлые выходные там тоже два дня подряд у нас был тренинг по гармонизации отношений в семье там так далее а сейчас вот был тренинг по ну так он громко называется управлением событиями в жизни и мы на самом деле все если не обязательно сознательно то не сознательно иногда управляем событиями жизни и если я там приду какой-нибудь пример то вы скажете о да конечно с нами это бывает вот например я неоднократно наблюдал и с нами тоже это было когда какое-то событие вот оно для тебя очень важно и вот ты ждешь его ждешь и оно вот не происходит а когда ты снижаешь важность этого события в друг раз и получилось я помню знаете вот например светлана у меня она так управляла событиями в жизни когда она искала работу много лет назад там 20 с лишним и все ей казалось что мало звонят и вот вот сидишь дома ждешь звонка ждешь звонка никто тебе не звонит а так вот уйдешь в магазин и там возвращаешься на автоответчики два сообщения оставлены этим и вот она специально там шла куда-нибудь магазин потому что ну вот считала что так она быстрее чуть получит вот действительно через час возвращаешься а те уже двое позвонили вот такого такого плана мир сляму хохмочку расскажу вы скажете ну да мы это видели мы это делаем значит ну просто когда это происходит в нашей жизни имеет место это одна история когда ты владеешь каким-то количеством методов и применяешь их осознанно в той или иной ситуации вот вот это предмет того курса который мы проходили и очень знаете что то получается там такой эффект реминисценции происходит то есть и вот что-то такое поделал а дальше она начинает всплывать в сознании то есть вот время идет и по мере того как время идет начинает как-то упаковываться там и как-то более четко проявляться поэтому вот у меня сейчас такой период я думаю что мы еще недельку-другую может быть так вот поваримся в этом у нас много материалов всяких осталось от курса но я вот просто хочу дать проявиться тому что там уже где-то так значит зацепилась и у многих людей которые были на вот последнем тренинге нас там было я боюсь собрать 13 14 человек вот и у них какие-то вещи уже начали происходить там буквально в первый день между первым и вторым там и так далее у нас вот со слетланой вчера тоже вечером уже когда мы собрались было на покой и вот возникла беседа некоторая связана с связана с обсуждением перспектив того что мы делаем и мы же все время тоже обсуждаем вот то мы делаем не то делаем что мы дальше будем делать а что хотелось бы делать и где как бы следующий шаг там в нашем развитии мы что же не хотим на месте стоять то есть с одной стороны я могу там растопырить пальцы искать о я уже двадцать там один год вот в этом бизнесе там еще гугла не было там я не знаю никого из них не было интернета не было мы уже были там и так далее но это же имеет обратную сторону тоже значит человек должен расти как-то относительно себя самого понимаете поэтому для нас актуально мы конечно кроме школы у нас вот был бизнес страховое агентство у меня было семь лет не помню сколько там этим занимался когда школа была так загоне после обвала интернет бума вот так что мы мы конечно пробовали делали разные вещи в жизни но вот так но но все время в поиске знаете как бы поэтому я очень ожидал от этого курса то что толчок возникнет какой-то вот у нас в этом деле мы такой пинок получим волшебный пендели да как там говорят вот и похоже что вот мы вчера до этого пенделя добрались но не знаю может быть еще что-то по и появится но вот так по свеженькому мы начали обсуждать и вроде бы даже нашли что-то интересное ну посмотрим вот я весь такой значит под впечатлением большая нагрузка на на мозги действительно не не то смысле что большая интеллектуальная работа проводится потому что ну ты слушаешь конечно надо понимать там и все такое упражнение всякие делаешь но что-то такое подспудное там происходит понимаете то есть как бы этот тренинг в общем-то апеллирует к чему-то большему чем сознание вот вот туда куда-то забирается все ну ну пройдет время какое-то я может быть более точно смогу сформулировать нам под конец раздали список изученных инструментов с помощью которых можно там как-то влиять на что-то и получилось того 29 из которых ну вот мы как раз сегодня с утра со светлана и обсуждали вот сколько инструментов человека реалистично может использовать и вот я и так накидал сразу там биток которые но буквально каждый может просто поняв о чем речь может в общем-то начать эффективно пользоваться и собственно михаил тоже говорил что люди обычно пользуются относительно небольшим количеством потому что им хватает вот но в общем такие мои впечатления со всеми этими делами я немножко под отстал в наших видео потому что там ну что стройка вот наша идет этом иногда чего-то снимая сегодня не стал снимать потому что ничего такого там не было сидят мужики и значит эти бетонные чушечки они их так таким не как точно предмет называется такая пила она крутится вот таким диском вот циркулярная такая в общем и они вот этой такой циркулярной пилой значит там подтачивают эти чушечки чтобы они на свое место лучше становились вот они там сейчас пылят можно сказать потому что пилает она так много пыли создает из бетона в общем я подумал что снимать особо нечего такая мелкая работа идет не масштабно не для камеры вот и вчера к нам заехала ближе к окончанию курса к нам заехала светлана к потому что мы пару дней назад когда встречались с сан-франциско значит она сказала что была встреча адвокатов иммиграционных с сотрудниками иммиграционных служб это периодически происходит и там были какие-то обновления я бы неплохо бы как бы рассказать вот ну и в общем они там заехали к там своей компании мы сняли небольшой сюжет там до полчасика который я думал что я его порежу на много кусочков ну там не знаю на пять но так получается что я сначала повесил целиком всю эту историю весь разговор а потом подумал ну сколько там их можно резать и только там может быть не знаю народ огорчать повторами поэтому ну вот пусть пока так повисит получился один большой и два маленьких я не знаю стоит ли резать остальные на маленькие кусочки ну скажите если допустим вам не все равно значит скажите как бы вы хотели я думаю те кто сильно интересуется они все посмотрят да там можно еще пяток там наделать потому что темы темы менялись по ходу разговора и у меня накопилось много вопросов которые ребята задают и в фейсбуке и в одноклассниках и в скайпе я как вижу вопросик хороший я его раз на форум там сайта залив . орг туда его забрасываю меня накапливается это значит что он рано или поздно будет отвечен в виде видео то есть если вы свой вопрос видите там на форуме это значит что он в обойме и мы до него доберемся но вот получилось что я последние там дней не знаю сколько десять не могу не до чего добраться потому что вот такой насыщенный график и сегодня понедельник сегодня меня отпустили так и я вот попытаюсь ликвидировать массу там задолженности по работе у меня накопилось там не знаю пяток может быть больше резюме из онлайнового класса там знать как бывает человек занимается там а потом в какой-то момент решил пора ему на рынок и это может произойти до окончания сразу после а может через несколько месяцев может он повторял класс там предмет повторял с другой группой и созрел поэтому в общем так как то вдруг получается так что сейчас вот я с утра приеду и начну шлепать эти резюме аппотментов у меня нет так я как бы выпал из жизни нашего трудового коллектива только по выходным когда никого нету значит мы там занимались вообще надо сказать что физически это довольно непривычно но то есть вот две недели без выходных или скажем так две пары выходных заниматься чем-то напряженно вместо того чтобы чем-то еще заниматься таким расслабляющим это конечно чувствуется поэтому ну ничего страшного значит восстановимся михаил у нас до среды сегодня понедельник вот в среду в два часа у него самолет и вот и тогда мы уже начнем возвращаться потихоньку в наш такой обыденный ритм да значит что еще сказать наташа квик она написала видео там у себя на канале она висит как-то так забавно называет называется там типа что еще вы не знаете обо мне там все так вот и и и там достали люди вопросами всякими по части как называется ее пребывание там нашей школе там и так далее она говорит но ну давай я вот расскажу как делом как дело было а то меня там замучивают бибики всякие я сейчас отъеду в сторону пусть проедет это скоро этом сзади сейчас она вас пронесется по левой стороне вы смотрите едет едет биби биби уже все попрятались вот она поехала emergency и м.с. emergency medical services да и там был элемент который как-то не афишировался но по моей инициативе не афишировался потому что я бою люди значит я я когда договаривался с наташей что она приедет я как бы понимаю что ситуация такая ну неоднозначная вот я стал 6 не денег не возьму просто пусть приезжает там пусть самое ну попробует как пойдет там и все такое вот поэтому но мне не хотелось говорить что с нее денег не берут почему потому что чтобы это не выглядело со стороны как вот такая развлекуха приехал человек там это отпуск провести там дурака повалять и так далее то есть мне хотелось чтобы это выглядело серьезно и она она действительно занималась серьезно вот но дальше вот что-то у нее так сначала там с болезнью мужа потом там еще что-то но вот ну вот как-то она так искала отмазки я не знаю но пришла к выводу что она хочет вернуться обратно в банке и там дали более высокую должность и больше денежки дамы так далее в общем хотя я вот наслушавшись вот и нашего тренинга я хочу сказать что как только она отпустит важность вот этого всего так на нее работа и посыпется вот не исключено она сейчас упадет в банк работать а ей бах там оффер еще оффер там еще что-то и так далее поэтому посмотрим и сейчас действительно нужна работа со страховкой потому что винни там еще в операции видимо предстоят то есть для них сейчас это важно поэтому будем будем посмотреть у меня честно сказать есть ощущение что она еще вынырнет в тестировании она как сказать наташа на интуитивном уровне она нас она прирожденный тестер то есть она не не обладая никакой техникой вот с первого дня до первого дня она так точно попадала и отвечала на концептуальные вопросы вот что сделать как сделать и так далее что вот этот формат который это все должно оформиться я думаю что это подойдет еще но у нее у нее безусловно к этому делу есть задатки очень хорошие вот так мы с ней вчера как раз там поболтали на эту тему я я даже вот не ним не имел возможности статаши побеседовать потому что вот за две недели там буквально пару раз там сообщениями обменялись потому что у нас не столько даже знаете не столько беготня насколько такое вот интеллектуальное такое не хочу сказать истощение скорее это переполнение это такое вот переполнение когда уже ни на что сил не хватает вот так такое интересное чувство у меня было все это время вот но начинает немножко проясняться прочищаться там и так далее мы должны еще будем определиться с тем как мы реально значит перейдем технически все-таки это в организационном смысле надо надо сделать как мы организационно перейдем к тестированию студентов на входе у нас есть тест вот этот и как бы мы более-менее научились его интерпретировать но у нас будет поддержка там в скайпе со стороны михаила баронянского если там какие-то вопросы будут возникать но в общем то есть мы готовы как бы увидеть какие-то там красные флажки вы же тест тест на выявление красных флажков там не больше ни на что то есть мы не ищем кого лучше взять мы ищем кого лучше было бы не брать потому что бывают люди которым совершенно ни к чему и в их же интересов не не потому что там нам хочется легкой жизни но но действительно это как бы жизнь она взаимно становится легкой или взаимно нелегкой с двух сторон сразу пойти поэтому как бы всем всем это выгодно хотя иногда хочется конечно там несмотря на то что тебе совершенно нет не нужно это все вот бывает что очень хочется я думаю что мы все видели такие ситуации может быть сами в них бывают вряд ли вас чем-то удивлю сильно еще у нас завтра во вторник начинается новая группа и я с утречка вот приду и буду эту группу запускать такой я смотрю там наши студенты у светофора так они стекаются желтых курточек почему-то оба вот ведь так а ну да сейчас без пяти без пяти десять вот а в десять наверное урок вот они там вот уже трое их стало сколько да и я ведь как уроков не веду вот они пошли там ведь через по пешеходному переходу вот уроков не веду но тоже пораньше потому что много дел и я чувствую себя как бы в долгу вот будет новая группа и у нас до нового года еще одна будет новая группа в декабре где-то так мы не хотели начинать но ну как-то уже очень растянулся этот вейтинг-лист у нас то есть получается что очередь такая большая создается и люди уже пишутся там на три месяца вперед и в общем как-то это неправильно на самом деле до плюс мы оказались в таком состоянии когда у нас вообще студентов не осталось которых можно посылать на практику как-то они все разбрелись софия так под налегла не знаю как все получилось но во всяком случае вот маяка и местечко есть в стану-ка я вот прямо тут стану-ка я прямо тут у нас я говорил соседи вот чьи окна мы сейчас видим они уехали куда-то и их теперь нет хотя их не было много там народу может быть человек 15 я не знаю вот но тем не менее так немножко легче там сейчас идет стройка если бы вы сейчас туда подошли то столкнулись с тем что там стройка шумно что-то такое происходит мы вчера вот там сидели занимались а нам воду перекрыли на полчаса мы хотели чайку попить а кран поворачиваешь воды нет вот такие обстоятельства все друзья я вас как называется апдейтед вы теперь знаете все наши последние новости и события а я отправляюсь на работу счастливо